МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Не прошло и каких-то двух лет, как программа «Персона» снова в эфире. Студия журналист Александр Белов. И Юлия Стройкова. А в гостях у нас сегодня председатель Кабинета Министров Чувашской Республики Иван Борисович Моторин. Здравствуйте, Иван Борисович. Здравствуйте. Вообще-то я вам должен сказать, что мы планировали с вами встретиться еще два года назад. Но если бы эта встреча состоялась тогда, мы бы перед собой увидели совершенно другого человека. У меня даже дыхание сейчас перехватило, когда я представляла Иван Борисович. Иван Борисович, что с вами случилось? Вы в великолепной физической форме. Обычно, когда женщины так меняются, все говорят, или влюбилась, или на диете, или пластика и прочее, прочее, прочее. А что происходит с мужчинами, когда они приобретают такую великолепную физическую форму? Ну, секретов здесь нет. Занятие спортом и ограничение питания. Как-то вы очень грустно говорите. Занятие спортом надоели или ограничение в питании? Ну, это серьезный труд. Я сегодня занимаюсь по полтора часа, пять раз в неделю. То есть, довольно интенсивные занятия спортом. Ну, в любом случае достигнут замечательный результат. Но будем считать, что на этом комплементарная часть нашей беседы закончилась. А больше мы будем говорить о том, чем вы тоже непосредственно занимаетесь. Это экономика. И здесь, скажем прямо, положение не такое уж блестящее. Причем вот невольно обращаешь внимание на следующие обстоятельства. Когда говорят об экономике, то стараются употреблять какие-то щадящие слова. Ни вы, ни ваши министры не скажут, что предстоит секвестр, то есть урезание бюджета. Говорят, уточнение бюджета. Никто не скажет, что предстоит сокращение кадров. Все говорят, оптимизация персонала. Почему так происходит? Не хотите расстраивать общественности? Уточнение бюджета – это нормальный термин в бюджетном процессе. Он выдуман не правительством Чувашской республики, его применяется при формировании любого бюджета и, соответственно, последующих уточнений. Это было и в предыдущие годы. Бюджет уточняется по последним годам у нас минимум два раза в год. А я помню времена, когда бюджет уточнялся и по пять-шесть раз в году. То есть вот с этим, наверное, в первую очередь связан данный вопрос. Что касается бюджета текущего года, в принципе, мы провели в Кабинет министров 8 мая, где шло уточнение бюджета. Уточнились прогнозы социально-экономического развития. По доходной части мы, кстати, пока еще ничто не секвестировали. То есть, в принципе, доходная часть сохранена в бюджете. Уточнены именно, в первую очередь, расходы и те трансфеты, которые поступают в республику, из федерации. На сегодня это порядка 3 миллиардов 560 миллионов рублей. Речь, конечно, не о терминах и дело не в них. Но мне кажется, что проявляется желание немножко приукрасить действительность, представить ее лучше, чем она есть на самом деле. Если мы уже говорим о бюджете, на 2015 год он верстался в оптимистичном варианте, так называемом. Был запланирован большой рост доходов. Между тем уже было понятно, что и страна в целом, и республика в частности, переживает трудности, возникнут большие проблемы. И буквально в декабре, при вашем участии, был подготовлен план уточнения бюджета, где собственные доходы урезаются на 10%. И зачем надо было делать пустую работу? Ведь знали заранее, что придется все это урезать. Во-первых, почему именно 2015 год по оптимистическому варианту? Любой прогноз имеет минимум два варианта, а чаще всего вносится прогноз в виде трех вариантов. Это оптимистичный, умеренный, иногда негативный или пессимистический, кому как нравится его называют. К сожалению или к счастью, для экономики Российской Федерации в целом и Чувашской Республике, последние, наверное, 15 лет бюджет принимался именно по первому варианту, это оптимистичный вариант. То есть вносился прогноз в виде трех вариантов, но при принятии бюджета и Российской Федерации, и Чувашская Республика принимался, соответственно, оптимистичный вариант. Что касается бюджетного процесса, бюджет верстается не в один день. Примерно, если брать эту работу в целом во временных рамках, около 8 месяцев уходит на разработку бюджета. То есть сегодня идет полным ходом разработка бюджета на 2016, 2017, 2018 год. По сложившейся традиции, где-то весной, летом он формируется, выносится на кабинет министров, в частности Чувашской Республике или других регионах, рассматривается, и потом руководителем субъектов Федерации вносится в законодательное собрание. До 15 октября эта работа должна быть завершена. Поэтому прогноз верстался в рамках разработки бюджета где-то в мае месяце. Тогда мы видели, что в принципе, в целом ситуация довольно благоприятная. И в экономике Российской Федерации была, и были позитивы, и в экономике Чувашской Республики. Соответственно, фундаментальные показатели, они вошли сначала в прогноз, а потом в бюджет. Негатив такой активный, он пошел все-таки в октябре, в ноябре, в декабре месяце. Поэтому и возникли вот эти предложения не по уточнению или секвестированию бюджета, а в первую очередь блокировке расходов на 10%. То есть мы, не изменяя параметры бюджета, по главным распорядителям бюджетных средств ввели эту блокировку. И, соответственно, главные распорядители бюджетных средств представили свои предложения, что блокируется. Естественно, это в первую очередь попали расходы, которые не носят какой-то обязательный характер, мандатный характер, первоочередной характер, а расходы, которые можно отложить на более поздний период. Уточнение бюджета, которое проходит, оно проходит в штатном режиме, как и в прошлом году, позапрошлом году. Оно проходит вот сейчас, в мае месяце. Я думаю, мы до конца мая этот документ представим главе окончательном варианте, так как рассмотрение кабинет месяцев он прошел. И глава республики его внесет в госсовет. Госсовет по законодательству, по-моему, в 20-дневный срок должен рассмотреть проект уточненного бюджета. Соответственно, в июне мы этот документ получим. И, как я уже сказал в начале, мы доходную часть этого бюджета даже в уточненном виде не уточняли. То есть, в принципе, он внесен в рамках первоначальных параметров, которые разрабатывались в 2014 году и были приняты госсоветом. Сегодня есть варианты, которые мы себе разработали в рамках антикризисных мер, о них широко говорила Министерство финансов, представитель Министерства финансов. Обсуждалось это и на Кабинете Министерства, и в госсовете. Сегодня мы из этих трех вариантов, наверное, все-таки по второму варианту идем, где планируется все-таки недополучение доходов на уровне 5%. Хотя ситуация такая, она разнонаправленная. По первому кварту у нас было недополучение доходов 4,3%, по четырем месяцам мы вроде по собственным доходам 102,5%. Но это в любом случае ниже от запланированных в бюджете. Юлия, это в бой, но я еще один момент бы хотел у вас уточнить. Отчего эти вопросы возникают, непонимание по некоторым моментам? Знаете, в последнее время возникают определенные сомнения в компетенции отдельных чиновников. Ну, очень печальная история, когда выяснилось, что один из заместителей министров работал по фальшивому диплому. У нас порой назначают кого-то, он проработает недолго, его увольняют. Вот почему происходят вот такие проколы в кадровой политике? Есть же кадровая служба, есть органы, которые все должны проверять. Конкурсы мы проводим на замещение вакантных должностей в государственной службе, а люди оказываются не те. Ну, что касается уволенных госслужащих, о которых вы сказали, в том числе и заместителей министров, здесь как раз компетентная работа кадровых служб. То есть, эти люди были приняты в 2004 году, в 2001 году и, по-моему, в 1994 году на госслужбу. То есть, они были приняты, когда фактически вот эта проверка, обязательная на сегодня, она не была внедрена в работу сегодняшних кадровых служб. Сегодня эта работа проводится систематически. То есть, уточняется и по декларациям, уточняется и по образовательным документам, которые представлены. То есть, это такая текущая работа, соответственно, кадровой службы администрации главы Чувашской республики, ну и, соответственно, кадровых служб министерства. В ходе этой работы произошло выявление, в частности, по трем специалистам, которые вы назвали. Они, соответственно, были уволены, договора трудовые расторгнуты с ними, и информация вся направлена в соответствии законодательства прокуратуры Чувашской республики. То есть, если есть какие-то нарушения законодательства, то прокуратура будет уже выносить по отношению и к должностным лицам, соответственно, и непосредственно к тем гражданам, которые работали по поддельным документам. Проверка, наверное, прошла по всем министерствам? В целом, если говорить о проверке, она и в прошлом году была. В прошлом году также был выявлен случай работы по поддельным документам. И в том случае точно такие же действия были произведены со стороны работодателя. Человек был уволен. С 21 мая по 25 июня концерн тракторной заводы временно приостанавливает свою работу. Причина, которая указывается на отсутствие сырья, материалов, это вызвано нехваткой денежных средств. Вы предвидели эту ситуацию, еще в апреле вы дали комментарии. Скажите, пожалуйста, какие меры предпринимались с правительством республики и какие меры будут предприниматься правительством, чтобы как-то помочь заводчанам, не оставить их в такой сложной ситуации один на один с проблемой? Глава Чувашской республики Михаил Васильевич Игнатьев, он на протяжении всех этих лет всегда занимал активную позицию по поддержке концерна. Это было и в обращениях к президенту Российской Федерации. Этот вопрос поднимался на встрече с премьер-министром Дмитрием Анатольевичем Медведевым. Этот вопрос обсуждался на встрече во Внешэкономбанке как основного кредитора и арбитера между банками в этом конфликте, в этой сложной ситуации, которая сложилась сегодня в конце. Ситуация сложилась не сегодня, она сложилась в ходе кризиса 2008-2009 года, и мы все понимали тогда и сейчас, что то промежуточное решение, которое было принято в 2010 году, выдача бритш-кредита на 15 миллиардов и каникулы по выплате основных долгов на два года, что этот вопрос нужно будет решать ориентировочно где-то в 2013 году. И если в 2010 году удалось договориться с банком, то в 2013 году уже вот этот пул кредиторов основных, там порядка 16-20 банков, они уже не смогли договориться. Вот примечательно, один из руководителей концерна в таком частном разговоре упомянул, что за это время пытались вынести порядка 200 каких-то решений на вот этот пул кредиторов, да, и ни по одному решению не было принято, соответственно, положительного решения, так как оно должно быть принято единогласно. То есть, соответственно, очень тяжело вот такую разношерстную компанию привести к общему знаменателю. Поэтому работа, которую проводил в первую очередь сам концерн, они очень активно отстаивают интересы и заводчан, и интересы предприятий, они двигали тему, чтобы сократить вот количество кредиторов. Это возможно было только через решение Внешэкономбанка о выкупе, соответственно, тех кредитов, других вот кредиторов, которые мешают нормальной работе сегодня в конце. Решения в конце декабря наблюдательным советом были приняты. Протокол имеется. Мы и правительство на контакте с Внешэкономбанком, специалисты, которые работают, они вот прогнозировали, что данная работа где-то завершится в мае месяце. У меня информация есть, что 21 мая должен состояться наблюдательный совет, и там должно быть принято решение о пополнении оборотных средств под программу там с военной тематикой, ну и других направлений концерна, которое позволит вот пополнить то, что говорит нехватка оборотных средств, нехватка там покупки материалов, расчеты с кредиторами. То есть вот эти действия будут предприняты. Мы ожидаем, что вот это произойдет и, соответственно, с мертвой точки ситуация будет сдвинута. Одно уточнение хотелось бы, Иван Борисович. Ну, я думаю, что все понимают, что правительство Чувашской Республики не может повлиять на этот банковский пул и как-то побудить их, побудить их, осрочить кредит или как-то его реструктивировать. Но есть вопросы, которые зависят от правительства. Я разговаривал с представителями концерна, у них есть определенные обиды к республиканским властям. То есть они говорят о том, что практически не закупается техника, которую они производят. В то же время проявляется повышенный интерес к белорусским производителям. Они говорят, что вот осуществлялся крупный проект по лизину, а в результате, значит, оказались двусмысленные ситуации, когда вынуждены, когда от них требуют вернуть деньги, которые, так сказать, испарились еще, так сказать, времена онные. Вот как в этом отношении строится работа с концерном, который является таким крупнейшим бизнесом в нашей республике? У нас нормальные рабочие отношения. Память не изменяет. Буквально дни десять назад с собственниками концерна встречался глава Чувашской республики, Михаил Васильевич Игнатьев. Обсуждались рабочие моменты, в том числе и Полезину, о котором вы говорите, и каких-то острых недопониманий это не звучало. Просто есть зона ответственности и органов исполнительного власти, и соответственно бизнеса. И каждый отстаивает, мы в первую очередь, права бюджета, населения, в конце, наверное, в первую очередь какие-то свои бизнесные интересы отстаивают. Если вопрос касается закупки техники, ну и вот в республиканском бюджете, к примеру, нет таких расходов на закупку коммунальной техники или закупку тракторной техники. В принципе, было обращение по комбайнам, эта работа с сельхозпроизводителями была проведена. Порядка десяти единиц техники было куплено. Мало или много? Ну, наверное, какие возможности есть у сельхозпроизводителей, какие интересы, они их реализовали. То есть, с нашей стороны был зеленый свет по этому поводу, да. Что касается коммунальной техники, да, муниципалитеты закупают, ну, чаще всего подведомственные организации, там, если брать город, то это Доракс, да, технику. В принципе, если есть четкое предложение от трактора, готовы его рассматривать. Никто не ставит там на белорусскую технику или там западную технику. Сегодня все рассматривают вопрос по потребностям. Говорить о конкретной помощи, ну, на сегодня, там, долги по НДФЛ, там, налогу на имущество – миллиарды, миллиарды рублей. То есть, в принципе, вот, пожалуйста, бюджет муниципалитетов, бюджет Чувашской республики сегодня кредитует предприятие. Мы всегда с пониманием к этому относимся и чаще всего сводим это в переговорные процессы. Потому что, ну, это, опять же, я подчеркиваю, крупнейшее предприятие региона. Долгое время Чебоксары вообще ассоциировались с трактористами, да, там, вот, мы всегда гордились, что это тяжелый трактор, там, есть только у японцев, у американцев, вот, здесь, в Чебоксар. Поэтому это нормальный процесс. Я не знаю, кто говорит об этом. Есть, наверное, какие-то мелкие недопонимания, но по крупным вещам мы всегда принимаем сторону, так скажем, интересную и бизнесу, и интересную с точки зрения госслужбы, муниципальной службы. То есть, то, что мы должны делать. По тому же Лизину все знают, что были вложены средства бюджетные, есть управляющая компания, которая ими управляет, которая несет полную ответственность за это управление. Единственный вопрос, который я и тогда задавал, и сейчас задаю, при покупке вот этого предприятия, этих акций ЗАО «Чуваша Аграбило», собственники должны были в первую очередь обратиться в управляющую компанию, обратиться в органы исполнительного бизнеса. Есть ли вопросы какие-то «Чуваша Аграбило», не ущемляется ли чей-то интерес, но, в принципе, они предпочли вести переговоры довольно сомнительным на тот момент держателем этих акций, который не выполнил условия перед управляющей компанией, можно даже сказать, кинул языком недалекого прошлого. Просто спокойно это. И, соответственно, перевожил все эти обязательства на нового собственника, не сообщив ему детали, что какие будут претензии, какие будут вопросы. Я сегодня благодарен, соответственно, собственникам вот этого проекта, нынешним собственникам проекта, то, что они его поддерживают. За это время они сертифицировали продукт, выплачивали зарплату специалистам, установка работает в Шумерлинском районе. То есть работа проведена довольно большая. Мы, опять же, сейчас сегодня находимся в переговорном процессе. То есть мы не можем бюджетные средства, которые прилично очень вложены, там 70 миллионов рублей, на которые, кстати, был выкуплен этот завод. Там же было конкурсное производство по первому кризису, и выкуплен завод, сохранен, не растащен, не разрезан на металлолом, он был именно за счет средств, вот те, которые есть в поевом фонде, и управляющая компания его вложила. Вот. Соответственно, ну, как бы нужно рассматривать вот здесь за столом переговор. И тема это обсуждалась, понимание найдено. Я думаю, что все вопросы будут урегулированы в ближайшее время, потому что есть заинтересованность всех из нас. Тем более объявлено, что площадка, основная площадка будет в городе Канаше, и уже в ближайшее время готовы приступить вот к проектированию завода и, соответственно, уже к такой практической реализации проекта. Иван Борисович, совсем недавно в Москве прошла презентация Чуваши в Государственной Думе Российской Федерации. Отзывы самые теплые. Я сама лично присутствовала, да, на этой презентации. Вот могу сказать, что Кобзон высоко оценил наши дороги. Кобзон большой специалист по дороге. Ну, наверное, ездил. Жириновский сказал о том, что у нас самый мирный регион. И другие как бы представители Госдумы тоже дали высокую оценку. Вот с вашей точки зрения, для чего нужно проводить такие мероприятия? Только для того, чтобы о нас узнали? Или есть еще какие-то другие причины? В первую очередь, наверное, все-таки это возможно заявить о регионе. На текущий год, если мне не изменяет память, по двум регионам было принято решение о презентации в Госдуме. Это Тульская область и Чувашская республика. То есть, наверное, не все удостойны такой части. Ну, там ограниченные возможности. Там вот все-таки они в весеннюю и осеннюю сессию там, ну, не больше двух регионов. Вот в весеннюю реализовали эти права. Это Тульская область и, соответственно, Чувашская республика. По осенней сессии решение не принято. Там, возможно, вообще не будет презентации, так как довольно напряженная работа. Чаще всего вот законопроекты такие массово вносятся вот в весенний там, летний период, а осенью там, ну, большая часть их там принимается. То есть, вот и работа над бюджетом, да. Но у нас это плановая работа. Есть возможность нашим предприятиям поучаствовать в круглых столах и заседаниях комитетов и Совета Федерации, и Госдумы. Есть решение этих комитетов, которые в дальнейшем уложатся уже в работу с исполнительными органами власти. То есть, в принципе, есть практическая часть вот с точки зрения продвижения интересов регионов. Ну, в целом, презентация и встреча, они прошли вот в том формате, который задан Государственным Думам. Это встреча с руководством Госдумы. Открытие и презентация, вот где, как вы сказали, присутствовали знаковые депутаты Государственной Думы. Ну, и возможность руководителей, субъект, главы, в первую очередь, республики и главы парламента выступить перед депутатами. То есть, мы всеми этими возможностями воспользовались. То есть, были заседания комитетов, презентация, выступления. Я думаю, что это положительность сыграет и на имидже республики, и даст возможность нашему предпринимательству сообществу воспользоваться вот той работой, которая была проведена. Этот год, вы увидите, выезд в Белоруссию, в Алтайский край. Сейчас готовится выезд в Калининградскую область. Готовимся мы к командному чемпионату по легкой атлетике. То есть, в принципе, много публичных, международных, межрегиональных мероприятий. И я думаю, что это должно играть на имидж республики и продвигать продукцию регионов. Нас ждет большое республиканское мероприятие. Вы являетесь председателем оргкомитета по проведению Дня Республики. Вот удастся в этом году провести этот праздник мощно, красиво, как это было обычно? Или все-таки финансовый кризис внесет свои коррективы? Каких-то больших бюджетных расходов на праздники в Чувашии никогда не расходовалось ни 10 лет назад, ни сегодня. Расходы довольно понятны. Чаще всего они связаны с конкретными проектами социально-экономического характера, которые реализуются или бизнесом, или бюджетом, нацеленным на улучшение ситуации в той или иной отрасли для граждан. Ну и мероприятия, которые традиционно ассоциируются с Днем Республики. Это Родники России. Он уже проводится, по-моему, 23-й или 24-й раз. Это наш фестиваль фейерверков в 8-й раз. В 8-й раз проводится форум экономический. Порядка 12 мероприятий запланированы в рамках форума. Это Русь мастеровая. То есть все эти мероприятия в повестке дня значатся. Начнется это все как преддверие. Это вот командный чемпионат Европы по легкой атлетике, которая пройдет с 19 по 21, как бы даст он старт вот этих всех мероприятий. В ходе него планируется визит министра спорта. То есть много таких вот интересных мероприятий для жителей Республики в первую очередь, для возможности в каком-то новом свете увидеть в том числе вот те мероприятия, которые проходят в День Республики уже не первый год. Также запланирован запуск социальных объектов. Программу ФАПов мы завершаем. Ледовый дворец будет введен. Вот к Кубку. Ну и получается к форуму там планируется провести выставку региона сотрудничества без границ. Будет завершена реконструкция непосредственно стадиона Олимпийского. Это опять же к чемпионату. Ну и соответственно тоже в нем Республике будет занято. Введено несколько детских садов. Это социальных там ФАП. Программа ФАПов будет завершена по бизнесу. Планируют Экоклинкер вторую очередь запустить свое производство. Компания Экро тоже вторую очередь. Также будет дан старт уже непосредственно бизнес-проектом в индустриальном парке. То есть в принципе инфраструктуру завершили. И сегодня уже ряд предприятий начинает вывозить туда сваи. То есть уже непосредственно реализовывать свои бизнес-проекты. Все вот эти мероприятия будут освещены и имеются вот уже непосредственно в плане праздного дня Республики. Да я сам думаю о чем. Мы сегодня очень много употребляем слово кризис. Правда Иван Борисович стоит прочно на позициях, что ничего страшного не происходит. Все у нас хорошо. Чувашия, как всегда, островок стабильности и процветания. Но меня вот знаете, что удивляет? Вот простые люди, они этот кризис чувствуют на себе. Зарплата у них становится меньше, цены становятся больше. В то же время вот недавно были опубликованы декларации депутатов государства Совета Чувашской Республики. Среди них очень много топ-менеджеров, крупных бизнесменов. По ним кризис совершенно не ударил. У абсолютного большинства доходы выросли и заметно выросли. И вот получается, что бедные становятся беднее, а богатые богатеют. Это закономерно так и должно быть. Ну, я думаю, все-таки для Российской Федерации это не характерно. Если в целом посмотреть вот за последние 15 лет, основное направление деятельности правительства Российской Федерации, соответственно, Чувашской Республики было это создание среднего класса. И сегодня по целому ряду оценок, в принципе, Российская Федерация в этом направлении очень многого достигла. Порядка 50-60% в той или иной виде можно отнести к среднему классу в Российской Федерации. Здесь нельзя это напрямую увязывать именно с заработной платой. Средний класс — это те медицинские услуги, которые вы можете получить, это то образование, которое вы можете получить, и те расходы, которые вы на него должны произвести. Ну и, соответственно, оплата труда и цены. То есть, сегодня доступность жилья и потечных кредитов — это целый комплекс мер, которые правительство России и Чувашской Республики за эти 15 лет реализовывает. Мы сегодня видим, что большая часть населения имеет доступность всего этого. То есть, есть возможность приобрести квартиру, есть возможность приобрести автомобили, есть возможность обучаться, получать нормальные качественные медицинские услуги. Поэтому основная задача, я считаю, и правительства Республики — это создание среднего класса. Второй показатель, по которому можно говорить много, бедных или мало, и он у нас фигурирует как основной критерий стратегии развития Республики до 2020 года — это сокращение граждан, которые имеют доходы ниже прожиточного минимума. То есть, в принципе, эту задачу и правительство России мы перед собой ставим, что это основное. У нас должно быть меньше бедных, а больше богатых. Поэтому богатеть в первую очередь, наверное, или, по крайней мере, улучшать свои условия должны люди с ограниченными доходами. Эту работу мы делаем. Что касается непосредственно декларации депутатов госсовета. Мы видим, что в большей степени государственный совет Чувашской Республики сформирован все-таки из предпринимательского сообщества. другой вопрос — плохо это или хорошо. Я могу единственное сказать, что это люди, соответственно, активные, с активной позиции. Они, в первую очередь, активны и, соответственно, и в бизнесе, и активны в общественной жизни. Это говорит о том, что, наверное, в 2014 год как раз мы возвращаемся к тому, что вы говорите «все плохо и кризис». Я говорю, что все нужно более детально к этому относиться. Если все плохо и хорошо, почему доходы тех людей, кто занимается бизнесом, увеличились до 2014 год? Значит, в принципе, какой-то в том числе положительный эффект произошел. Ну, это невозможно. Понимаете, если бы было все плохо, соответственно, и доходы бы, наверное, и этой категории граждан России, Чуваши, они бы не росли. То есть, это говорит о том, что все-таки есть и положительные какие-то тенденции. Но, если мою личную позицию в этом направлении я могу сказать о том, что нужно все-таки апеллировать это к налоговой системе. То есть, в принципе, если человек получил доход, можно и нужно его налогу облагать. Сейчас широко обсуждается в Российской Федерации наша шкала подоходного налога. То есть, у нас она для всех одинаковая. То есть, в принципе, пожалуйста, если есть необходимость до налога обложить богатых людей, Российская Федерация, в первую очередь, может принять решение. Соответственно, Чуваша его выполнит. Это основной наш НДФЛ, основной налог и для муниципалитета, и, соответственно, для регионального бюджета. В принципе, через вот эти механизмы, наверное, нужно регулировать. Во всем мире это делают. В принципе, везде это обсуждать. Хоть в Америке, хоть в Европе. Это постоянно предмет обсуждения. У нас это как-то очень аккуратно относится к изменениям в налоговом законодательстве, боясь, наверное, каких-то стрессов, может быть, для налоговой системы. Но, тем не менее, я считаю, что через этот механизм все эти вещи делать можно. Ну, опять же, вернуться депутатам спокойно. Депутаты госсовета проголосовали на свое время, когда вносились изменения увеличить ставки налога на более дорогие машины. Никто не стал вспоминать о том, что у него, наверное, дорогая хорошая машина. Ну, это вообще, конечно, редчайший просто ах, патриотизма. Да, я не могу с вами согласиться. Спокойно проголосовали. Ну, одну реплячку я все-таки выскажу, прежде чем передать Юле слово. Вот если мы посмотрим среди должников по различным налогам, в арендной плате за землю, то мы с вами там в среднем фамилии очень много и депутатов, и общественных деятелей, которые занимают активную позицию, о которой вы говорили. Вот здесь, наверное, не только налоговые органы, но какие-то меры общественного административного воздействия необходимы. Это серьезный вопрос, который вот сейчас затронули. И, в принципе, глава республики буквально вчера вот он проводил комиссию именно по этому направлению. И вызывались предприятия и предприниматели, которые сегодня на слуху, и не самые бедные люди, и, соответственно, и доходы, наверное, у них очень приличные. И обсуждался как раз вопрос уплаты своевременно налогов, уплаты зарплаты своевременно, и нормальные, так сказать, не в конвертах. То есть этой теме и в антикризисных наших планах, и в практической ежедневной работе большое внимание будет уделяться и в муниципалитетах, и, соответственно, в органах власти. Ну, а здесь, как подспорь, мы активно работаем с налоговыми органами. Вот федеральное правительство обычно отчитывается о выполнении поручений президента. Недавно было такое сообщение, что всего в указах содержится 218 поручений правительству. Из них к настоящему времени правительство должно было выполнить 168. Выполнено и снято с контроля 137 поручений. Это 81,5% от числа поручений, которые должны быть выполнены к настоящему времени. А вот в правительстве Чувашии какой рейтинг исполнительности? И не только майских указов, а вообще? Два, наверное, слова по майским указам. У нас тоже создана комиссия, я ее возглавляю. Мы где-то квартально заседаем. И там рассматривается, как идет исполнение указов. Если в целом брать по 2014 году дорожные карты, которые имеются по каждому указу, и, соответственно, органы исполнительной власти несут за них ответственность, мы показатели в полном объеме выполним. Сейчас 2015 год. Опять же, есть сложности. То, что мы говорили, и поступление в бюджет, и оптимизация где-то происходит. Но задачу по выполнению индикаторов дорожных карт никто не снимал. О чем и говорил президент России в своем выступлении, которое он проводил с депутатами и органами исполнительной власти. И то, что ставит глава республики. То есть мы будем придерживаться тех дорожных карт, которые у нас имеются. К вопросу о исполнительской дисциплине в целом по органам власти. За первый квартал, если память не изменяет, 942 поручения было дано главой республики, председателем правительства, иными органами федеральными. Из этих поручений 935 выполнено в соответствии со сроками, которые у нас 7, со сроками просрочены, но выполнены. В целом все поручения, которые были даны в первом квартале, и которые стояли на контроле, они были выполнены в полном объеме. Целый ряд министерств, Минюст, Минфин, Минприрода, все службы наши 100% выполнили в сроке. Улучшилась работа Минздрав, Минспорт, Минэкономразвитие. В принципе, подвижки положительные по дисциплине есть. Что к этому привело? Во-первых, налажен контроль упреждающий. Соответственно, не так, как за день до исполнения какого-нибудь поручения все начинают усиленно бегать и что-то выдумывать. Потому что нужно закрыть. В принципе, в той системе, которая есть, все высвечивается заранее. Человек, включая свой компьютер, видит, что у него красный флажок высветил ему за неделю до исполнения. Ну, извиняюсь за выражение, раздолбаев-то, наверное, полно. Он может и не замечать это красный флажок какое-то время. Но система так построена, что ему все равно напомнят. Во-первых, ежеквартально выпускается распоряжение правительства. И министр видит, за что ему там снижается, за невыполнение поручений. Пусть это, может быть, не глобальные какие-то наказания финансовые. Тем не менее, он видит это наказание. Я вспоминаю, когда министр горячо обсуждает это как, за что, почему. То есть, он относится к своей работе серьезно. Он болезненно воспринимает где-то такие вещи. Соответственно, исполнители в министерствах, я думаю, что они тоже несут соответствующее наказание за неисполнение тех поручений, которые идут, как я уже сказал, от главы, председатель правительства и непосредственно от самих министерств. То есть, вот самая главная система и не спускать все на тормозах. Кстати, а почему с отчетом о работе правительства на сессии Госсовета Чуваши выступает глава республики, а не председатель правительства? Вот интересная ситуация получается. Получается, он сам дает поручения и потом сам отчитывается об их исполнении. Ну, здесь, соответственно, прост. Он лежит в юридической плоскости. Это все происходит в соответствии с конституцией Чувашской республики и в соответствии с законом о главе Чувашской республики, где прописано, что у нас исполнительную власть возглавляет глава Чувашской республики. И, соответственно, он взаимодействует с Государственным Советом, в том числе и по внесению отчета и вступлений. Как ли уж это принципиально? Кто выступает? Это принципиально, мне кажется, все-таки. Осуществует должность председателя правительства. Пусть выступает правительство. Это понятно. Ну, я как сказал, это юридический аспект. Но в принципе, в полном составе присутствует кабинет министров. И Михаил Васильевич всегда говорит, если какие-то вопросы вдруг будут в узкокомпетентной такой связи с каким-то ведомством, он всегда нас настраивает. Вы не просто сидите в своих рядах и дремлете или еще что-то. Вы должны четко ответить на поставленные вопросы, возможно, которые я вам передрисую. Поэтому мы все в работе. Мы одна команда. И, соответственно, здесь не идет какое-то разделение на правительство, на администрацию главы. Я еще раз подчеркиваю, что мы в одной команде делаем одно дело. Ну, у нас сейчас практически импровизированная трибуна. Поэтому, Иван Борисович, какие достижения за последние годы правительство республики может поставить себе в заслугу? Ну, я бы выделил несколько блоков. Не буду детализировать до бюджета, что на что потрачено, где что куплено. В принципе, это, наверное, все-таки в нашем разговоре будет мелковато. И собрать социальную сферу. Как я говорил уже, это в первую очередь демография в течение трех лет. В принципе, мы в положительной зоне. Есть сложность сейчас в 2015 году, но они прогнозируемые. И здесь правительство Российской Федерации этой темы озадачилось уже в прошлом году. Опять же, там дорожная карта, там целый ряд направлений проработан по снижению смертности. Ну, то есть, вот правительство России, соответственно, Чувашская Республика считает, что задача сохранения положительной динамики в демографических процессах – это важнейшая задача для любого субъекта. То есть, в принципе, эту тему глава республики он выделил еще в одном из своих посланий. И вот в течение, там, на протяжении четырех-пяти лет он как бы ее двигал, что вот это основное, то есть, нужно идти даже и на дополнительные расходы, мы там материнский капитал, выделение земельных участков там. То есть, мы все эти темы как бы постоянно поддерживали в регионе. Фельдшерская, акушерские пункты для сельского населения тоже важный момент. В этом году программа завершается. То есть, были взяты обязательства, они в полном объеме выполнены. Услуги, качество услуг повышения. То есть, мы видим во всех муниципалитетах МФЦ открытые. Положительный интерес к этому среди населения. То есть, те задачи, опять же, и в рамках указа, и вот тех средствах, которые мы на этом сосредоточили, то и работают с муниципалитетами, которые мы провели. Сегодня мы уже получаем результаты. Это важное направление. Если взять строительство, основная задача ставилась главой республики. Навести порядок, во-первых, в многоэтажном строительстве, в первую очередь. Так как непонятно распределялась земля, непонятно, учет был, непонятно, построили ли индивидуальное жилье, или не построили, используется, не используется земля. То есть, это не вопрос одного дня. Все эти 4-5 лет скрупулезно работает ВИОС. Мы видим сегодня результат. Мне, допустим, не стыдно. Можно говорить, что мы в 2007 году, память, не знаю, миллион квадратных метров сдали. Но когда комиссионно мы проверили, сколько было приписано квадратных метров. Честно говоря, документ пошел для ДСП, что просто никто не нервничал и не рвал на себе волосы. Но было принято решение, что давайте, ребят, мы этим не занимаемся, мы занимаемся нормальной работой. И сегодня мне, допустим, не стыдно. Реально там построено 300 тысяч квадратных метров Чебоксара. Решается работа подольщикам. Запущен там новый город, запущена Богданка. То есть, в принципе, идут публичные торги по земле, по застройке. И довольно серьезные доходы получают. Ну, в первую очередь, конечно, город Чебоксара. Эта работа ведется в строительстве. Также ставили задачу завершения тех проектов, которые были начаты в рамках чистой воды. То есть, сегодня, как я уже говорил, в Шахазанах очистные сооружения, в Цивильске, введена сушка на БОСе. То есть, это, опять же, качество услуг населения. То есть, очистка воды, получение качественной воды. Были какие-то здесь шероховатости. Ну, очень уж дорогие проекты запускались с тяжелой экономикой уже при эксплуатации. Эту работу сегодня тоже решаем. Ну, намечено, сделано. Большой проект сейчас запускаем по сельским дорогам. Там тоже можно рассуждать на тему. Там хорошая, плохая дорога. Есть потребность, которую население высказывает. Задача была главой поставлена. Максимально, чтобы было понятно, какая дорога нужна населению. Чтобы по расходам это все увязать мы, как я еще раз говорю, разработали стандарт, сделали расчеты. И сегодня мы этот проект запускаем. Там все не торгуется. Я думаю, в течение трех лет, ну, большое дело будет сделано. То есть, не только до населенного пункта. Но люди почувствуют, что до населенного пункта доехал, вышел, одел сапоги, пошел до дома. Нет, будет качественная, соответственно, дорога уже непосредственно по населенным пунктам. То есть, не надо стоять на месте. Необходимо двигаться. Эту работу мы с коллегами делаем. Указом главы республики всем министрам, в том числе и вам, зарплата урезана на 10%. Вот скажите, пожалуйста, было подсчитано? Много вы на этом сэкономите? И вообще, на какие категории распространяется эта мера? Ведь в указе, насколько я помню, речь шла о министрах, мэрах, вице-мэрах, заместителе министров. Но из некоторых учреждений поступают сведения, что там норовят всем подряд, государственным служащим, урезать оклады. Указ напрямую касался только, кто занимает госдолжности. То есть, это министры. В первую очередь, министры. А всем остальным, начиная с госсоветом, даже мэром, кого вы назвали, носит рекомендательный характер. Соответственно, если они примут это решение, то... А могут и не принять, да? Ну, по информации, допустим, которая имеется у меня, там, город Чебоксары, по-моему, при уточнении заложил повышение зарплаты. Так что, я не знаю, примут они это решение или нет, но проще к ним обратиться, уточнить. Поэтому говорить о том, что вот все шагают в ряд и в одном направлении, это неуместно здесь. Что касается рядовых работников, эта мера их не коснулась. По вопросу экономии в целом, больше экономия не из-за вот этой меры, да, там, 10%, больше экономия, порядка 30 миллионов, мы планируем получить за счет в целом сокращения госслужащих, которое было принято намного раньше, там, до 10%, в несколько этапов тоже был указ главы республики. То есть, вот, это экономия. Вот несколько раз в ходе нашего разговора так настойчиво проводилась мысль, что именно в последние годы, значит, и республика стала чаще себя позиционировать где-то на различных мероприятиях. И вот порядок в отчетности навели и так далее, и тому подобное. Но все это должно было материализоваться. Традиционный вопрос для всех интервью. Мы много говорим об инвестициях, но почему после завода «Хэвелл» ни одного крупного инвестиционного проекта в республике фактически нет? Где эти итальянцы, французы, по-моему, китайцы без конца к нам приезжают? А где их инвестиции? Что вот здесь вот происходит? Ну, в первую очередь, наверное, за эти годы мы научились инвестировать сами. Я говорю о бизнесе, да, там, то есть те предприятия, которые традиционно работали, работают в Чувашии, они верят в регионы и активно инвестируют свои средства. Это и сельское хозяйство, это Акашевская птицефабрик, но бывшая Чебоксарская, это Юрма, это СМАК, то есть предприниматели, которые не первый год работают в Чувашской республике, которые видят здесь климат для бизнеса, видят возможности к развитию, и они вкладывают в это. Если говорить об объеме инвестиций, то за вот период с 2011 по 2014 год менее 50 миллиардов рублей инвестиций в республику не вкладываются, там от 50 до 65 миллиардов, да, в принципе, если у вас более свежая статистика, поправьте меня, да. Ну, вот объем инвестиций. Если сравнить это даже с Хевиллом, то ежегодно, ежегодно объем инвестиций сопоставим с тремя Хевиллом. Понимаете? Вот. Основной объем Хевилла пришелся по инвестированию все-таки на 2011, 2012 и 2013 год. То есть вот сформировав вот эту определенную базу, где-то в течение трех лет они вкладывали порядка в разный год, ну, в среднем собрать где-то около 7 миллиардов, да, то есть, в принципе, вот влияние Хевилла в этой массе инвестиций. За это же время были реализованы проекты, в 2011 году Пронтрактор Вагон реализовал свой проект окончательно, был построен завод Туз, там тоже миллиард с лишними инвестиций. Порядка за этот же период 5 миллиардов рублей инвестиций оконт произвел, в принципе. Новая фабрика сегодня построена, вы можете посмотреть, увидеть и ощутить это вот в виде конфет, которые мы с чаем кушаем, да. Вот. Букет Чуваши практически удвоил свое производство и провел переоснащение, да, то есть, открыл новые рынки. Это ядрин молоко, миллиард с лишним производства, это эко-клинкер, то есть, в принципе, проекты сегодня имеют место. Сторонних инвесторов, да, их, может, не так много, но они заходят в регион. Интересно, вот мы направление для себя получилось, или нас открыли, да, как регион, опять же, с неплохим, наверное, качественным образованием, с хорошей логистикой, с хорошими дисциплинированными работниками. Это вот открытие сервисных центров, да, там ВТБ заявил, НЭТБ заявил, там еще целый ряд. С одной стороны, вроде бы, это не промышленность, как мы сегодня любим, но, в принципе, любая развитая страна, к сожалению, или там, к счастью для них, да, там, сегодня промышленность в выхвалом внутреннем продукте занимает не ту долю, которая была там 50-100 лет назад, а именно сервис оказания услуг, вот, сегодня занимает значительную долю. И мы, вот, в общем-то, сегодня вписываемся в эту такую стратегию, получается, бизнеса. Иностранные инвестиции, ну, сегодня есть подвижки, вот, по японцам, о которых в своем выступлении говорил глава, да, и там уже в прошлом году была определена площадка, и обучение персонала шло. В этом году они планируют запустить. Ну, посмотрим результаты. С китайцами сегодня буквально находятся здесь китайцы, работа движется, тяжелые они переговорщики, в общем-то, но, в принципе, есть интерес взаимный, выведен он на такой высокий правительственный уровень. Я надеюсь, что проекты, которые запланированы, будут реализованы. Надо отметить, что та же вот испанская компания «Рока», буквально, вот, неделю назад я был в Новочебоксарске, завершила свой проект, в принципе, они удвоили производство фаянсовое, они удвоили производство акриловых ванн, в принципе, миллиарды инвестиций, им нравится работать в регионе, сегодня обговорятся новые планы по строительству складского хозяйства, расширению по виниловым ваннам, то есть, в принципе, те, кто работает в бизнесе, кто в Чувашии, да, кто пришел, они нормально оценивают климат, помощь со стороны органов исполнительной власти. Плюс большая работа, кстати, инвестиционная была проведена вот в эти, наверное, 2-3 года в части госнабжения Чувашской республики. Мы всегда говорили, что основное госнабжение у нас завершено давно, в общем-то, да, и я, допустим, для себя в 2011 году был в легком шутке, когда компания «Рока» не могла получить технические условия на расширение своего производства, тот проект, который я неделю назад смотрел в Новочебоксарске, да, и который реализован. Им просто не давали газовики этих условий в связи с тем, что нет возможности. То есть, мы газифицированы, но, видно, не в том месте. И была огромная работа проведена главой республики, встреча там в «Газпроме», заключено соглашение, инвест-программа с «Газпромом» была согласована. И мы, в принципе, закрыли все потребности и Чебоксар, и Новочебоксарской, и Чебоксарского района, да, то есть, тех основных инвестиционных площадок. Сегодня у нас нет проблем. То есть, мы совместно с «Газпромом» эту работу сделали. Я благодарен «Газовикам», в первую очередь. Ну, и здесь активная позиция, я считаю, органов исполнительной власти, главы республики. То есть, то, что мы смогли это решить. Сегодня в СМИ появляется очень много различной информации, особенно в интернет-пространстве, о том, что грядут изменения в правительстве Чебоксарской республики, будут кадровые перестановки. Вас периодически отправляют на работу в Москву и в другие регионы. Вот добавляет ли это нервозности в вашу работу, и как вам работаете в нынешней команде? И ваши планы на будущее? С Михаилом Васильевичем, знаете, мы знакомы уже более, наверное, 10 лет. Работали и в правительстве предыдущего главы региона, каждый на своей должности. И, соответственно, более трех лет я работаю председателем правительства. Мне нравится работать в команде главы Чебоксарской республики. У нас хороший дух в коллективе, каких-то шероховатостей, если они имеют место только в рабочем порядке. Поэтому свою работу дальнейшую я связываю с главой республики, с правительством. Ну что, Юлия Блиц? Да. Вы готовы, Иван Борисович, к Блицу? Готов. Блиц – это когда коротко. Да. Это намек. Какое качество в людях вы цените больше всего? Исполнительно и справдиво. Все коротко. При принятии решения, какой принцип вы применяете? Например, семь раз отмерь, один раз отрежь. Лучше сделать и пожалеть, чем не сделать и жалеть. Или какой-то другой, возможно, у вас есть принцип. Или вообще нет? Ну, если из представленных, наверное, все-таки сначала нужно взвесить, оценить решение, а потом уже непосредственно его двигать в массу. Наверное, вот так. Доверяете ли вы своей интуиции? Ну, да, наверное, я ориентируюсь на интуицию. Традиционно. Вы человек настроения? Настроение влияет, наверное, на какое-то общее мое самочувствие или на работу. Это, мне кажется, опять же, присуще любому человеку. Вас можно убедить изменить свое решение? Да, конечно. А на работе у вас могут быть друзья? Ну, на работе, наверное, все-таки друзей быть не должно. Наверное, должны быть коллеги. Спасибо. Юля всегда предоставляет право заключительного вопроса мне. Что ж вы так вздыхаете? Да я хочу задать вопрос философского плана. Давайте, поэтому вздох. Наверное, немногие знают, что знаменитый царь-колокол отлил замечательный русский мастер, которого звали Иван Маторин. Вот если бы вы, как ваш однофамилец, тоже были бы литейщиком, вы бы что отлили? Царь-колокол, царь-пушку или что-либо еще? Мне, наверное, тяжело себя соотнести с литейщиками. Все-таки я обучался другой профессии. И, опять же, коротко, каждый, наверное, должен придерживаться своего выбранного пути. Для меня это работа чиновником. Я почти 20 лет работаю чиновником. Не мне, наверное, оценивать, а в первую очередь, жителям, хорошо или плохо. И сегодня я считаю, что я стал или становлюсь профессионалом в этой отрасли, работаю в команде. Поэтому не хотел бы применять чужой кафтан на свои плечи. Спасибо. У нас в гостях был премьер-министр Чувашской республики Иван Борисович Маторин. Всего вам самого доброго. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»